Итак, ребят, это не урок, это скорее всего будут рекомендации. Мы с вами сейчас напишем вот эту вот первую страницу индексную, которая у нас должна быть. И я дам рекомендации, как изучить Bootstrap и CSS с нуля, и это сделать быстро и эффективно. Я не люблю дизайн, сразу говорю. Я им очень мало занимаюсь, мне скучно. Но вам, возможно, понравится. Это хорошо бы вообще знать получше. Ну, я покажу, способ есть, покажу. По коду, вот по коду это интересно. Нам с вами еще надо написать довольно много функций. Давайте закончим нашу, наши дискуссии. Все, что касается дискуссий, да, то есть напишем комментарии, напишем вообще все-все-все. Чтобы потом уже возвращаться только там, если что-то встроить. А уже позже перейдем либо к написанию профиля, либо друзей. Наверное, продолжим с профиля. И уже сделаем форму регистрации. Ну, в общем, все это сделаем. Обратите внимание, перед этим мы прошли с вами уроки по форму, 43 урока. Поэтому я не думаю, что нам формы сложно будет писать. Уже когда будем писать формы, я думаю, что это уже будет, будем понимать, что мы делаем. То, что я и добивался. Чтобы вы уже понимали, что мы будем делать. Ну, а сейчас давайте сразу перейдем к Bootstrap. Это не полноценный урок, еще раз говорю. Это просто рекомендации. Но, ребят, если вы собираетесь работать, создавать сайты, дизайны, хорошо бы обзавестись программой. Поэтому я единственное, что могу порекомендовать, что есть прекрасный инструмент Bootstrap Studio. Один минус, она платная. 60 долларов, но пожизненный доступ. 30 долларов, по-моему, было там на год. Либо в эквиваленте, да. Вот смотрите, если вы будете изучать CSS и пыркаться, мыркаться, например, там как идут CSS, да. И там берете, открываете браузер и что-то там пишете. Ребят, не занимайтесь ерундой. CSS и Bootstrap надо тупо работать со справочным. Тогда будет результат. Вам надо комплексный результат. Комплексный результат заключается в чем? То, что делаем мы. Вот смотрите. Закрыла страница. Смотрите. Ставите задачу. По ходу изучаете именно по ходу. А не так, я изучаю сначала, изучу CSS, потом буду делать. Не получится. Вот берете страницу. Вот страница. Надо ее сделать. Ну, давайте делать. А я по ходу дам рекомендации. Еще раз говорю, это не урок, это рекомендации. Именно так изучаете. То есть взяли и надо сделать. Поехали. Лучше обзавестись программой. Хотя достаточно большое количество по Bootstrap движков бесплатных. Но это дело любителя. Итак, первым делом мы с вами... Давайте начну сначала. Так она устроена. У нас это индексная страница. Мы ее должны сделать. Выбираем Bootstrap 5. Выбираем пустую форму. Хотя здесь есть полноценный шаблон. Но для обучения вам надо формы. Первое, с чего начать стыковку Bootstrap и CSS. Запомните простую вещь. Прежде чем вы начинаете изучать Bootstrap и CSS, вам надо понять две простые вещи. Вам надо понять вот такое. Я думаю, вы видели до этого такие файлы CSS, да? Где вы видели в одних местах решеточки, в других местах точки. А в-третьих, вообще собачка начиналась. Итак, первая точка. И вы открываете. Это называется селектор. Вы открываете сейчас страницу в поиске и ищите селекторы и идентификаторы классов. Селектор класса начинается с точки. И применяется ко всем классам. Иными словами, если вы сделали селектор, допустим, шрифта H1 и записали вот такой файл, то он будет, где бы он ни упоминался, у него будет тот размер, который вы установили и так далее. Вам удобно будет работать с идентификаторами. Идентификаторы начинаются с решетки. Мы сейчас их будем использовать. И применяются только к одному элементу. Например, мы сейчас будем использовать и... И нам надо расположить все по центру, только здесь. И здесь очень удобно использовать селекторы. То есть они будут применяться к чему-то определенному. Дальше. Что вам еще понадобится? Сразу вначале. Открываете CSS картинки. CSS картинки. И находите... Например, открываете Яндекс картинки. Вводите CSS. И CSS прогалка. И смотрите. В первую очередь, самое простое. Вам надо вот такая табличка, чтобы вы понимали. То есть здесь не надо быть сильно ученым, где написано, допустим, мерджинг. Это от границы экрана до там чего-то. И, в общем, поняли, да? У вас должна быть выведите, положите. Пока привыкнете название. Все, что этого касается. Дальше. Следующее. Вам понадобится CSS прогалка. Очень много ребят, которые не поленились, сделали такие прогалки, типа такое. Ну, например. Вот делали, да? То есть краткое введение. И поехали все основное. На чтение надо минут 30 максимум. Дальше держите прогалку под рукой и просто, как я говорил, делайте комплексно. Желательно делать в какой-то программе. Теперь сам путь. Самое простое начало. Выбираем секцию. Самая простая такая вещь, универсальная. А вы уже набираете, что? Секция, да? Что это такое? И смотрите. Секцию. Выбрали. Теперь, только что я рассказывал про индексификаторы. Вот здесь есть ID. Это иными словами присваивается ID. Вот сюда вот смотрим, где секция, да? Сейчас я пишу индекс. Первая страница. Нажимаю Enter. Вот, это ID появилось. То есть теперь все, что я буду прописывать, будет к этому элементу. Я мог бы вручную писать файл настроек. Но программа для меня заготовила файл в стиле CSS. Я его могу как хочу переименовать, но пока мне нет необходимости. Поэтому я выделяю секцию. Допустим, нажимаю Create. И вот этот идентификатор индекс высветился. Теперь сюда я могу записывать свойства. Это чуть позже. Второе. В секцию помещаем контейнер. Открываем просто, тупо документацию Bootstrap 5. Тут все банально просто. Вот тут вступает, кроме CSS, Bootstrap, да? В данном случае 5. И здесь вполне все понятно. В данном случае нас интересует следующая вещь. Открываем Layouts. И нам надо вот Breakpoint. То есть это разрешение экрана мы сейчас будем где-то использовать. И нас интересует Grid, сетка. То есть нам надо контейнер. Контейнер, по сути дела, имеет 12 частей. От этого зависит, будет картинка там на весь экран или на полэкран. Вот с контейнера, знакомство с контейнеров, надо начинать. Поэтому добавляем контейнер. Здесь сделано удобно. Как только выбрали контейнер, навели на него, появляется сразу подсказка, что можем добавить ряд. Добавляется ряд. Дальше наводим на ряд. Добавляется колл, таблицы, да? То есть не таблицы, как правильно сказать. Колонки. Мы потом выведем. Теперь смотрите. Мы сделали... Мы выбрали секцию. Почему мы это сделали? Почему это удобно? Потому что сейчас очень удобно применять такую технологию, как... Вот у Террица есть технология Flex. Это легкое расположение контейнеров. Ну давайте на практике посмотрим. Иными словами, когда мы выбираем секцию, мы можем разместить контейнер как нам надо. Нам надо, чтобы контейнер был на середине страницы. Потом я дам код в уроке в любом случае. То есть что мы делаем? Мы с вами выбираем секцию, да? Это можно в ручку им было написать, но не будем. Сейчас посмотрим. И выбираем... ОКСВИК, ФЛЕКБОКС. Открываем. Просто видите, как удобно работать в программе. И комплексно, что я говорил, что сейчас нам надо будет разместить. То есть мы уже вроде и работаем и с CSS, и с бустра. Выбираем просто ФЛЕКС. Далее. Нам надо АЛЕК ИТЕМС. И вот здесь есть значение. ЭНД. Сейчас посмотрим. Да. Чтобы начало что-то происходить, давайте еще кое-что сделаем. Вот это все уберем пока. Да? И ФЛЕКС уберем. Давайте сюда добавим заголовок. Ведь у нас на странице что здесь есть? Правильно. Заголовок, текст, заголовок, кнопки, картинка. Добавляем заголовок. Дальше у нас идет параграф. Текст будет идти. Дальше у нас опять идет заголовок. Вот так просто. Я сказал, что это демонстрационное занятие. Но вы просто поймете, что абсолютно любой человек при должном усердии может... Ой, я столько надобавлял. Извините. Придется удалить. Отсюда можно и удалять. Сейчас. При должном усердии может сверстать дизайн. А если это интересно, стать профессионалом. Заголовок. И дальше у нас будут две кнопки. Баттон и баттон. Здесь у нас будет картинка. А вы все эти теги потом просматривайте. Компоненты, фигуры. Теперь, по сути дела, картинки я могу просто перетягиваю. Взять картинки и в директорию имидж. Можно перетягивать. У меня они есть. Я вот беру и перетягиваю сюда картинки. То есть все есть. Теперь я могу что сделать абсолютно верно. Добавить сюда изображение. Оно появилось. А сюда со страницы скопировать этот текст. Потому что мне надо сделать такую же страницу. И вы ставите цель себе сделать именно как что-то. То есть добиться конкретной цели. Тогда будет результат. Почему? Потому что в голове будет складываться все относительно. Сейчас поймете. Ключевая мысль, ребята, здесь. Я сказал, что, еще раз повторю ее. Отдельно изучать СС, отдельно быстро пытаться в чем-то разобраться. Это неправильно. Правильно в чем-то разбираться, но относительно конкретного результата. Здесь именно так. Просто тупо пользоваться. Вот я называю элементы, вы их уже смотрите. Как я сказал перед вами, просто должна быть шпаргалка. Поверьте мне, проверен на опыте, через неделю вы уже сможете делать простых вещей, довольно кучу, большую кучу. То есть сложного здесь ничего нет. Бери шпаргалку под руку и все. Просто есть люди, которые этим профессионально занимаются. Я этим дизайном профессионально не занимаюсь. Когда беру себя в руки, могу тогда что-то делать. Да, вот именно в плане дизайна. А так засыпаю сразу. Но это не значит, что вы будете спать. Вам, наверное, может быть, кому-то это будет профессией. Поэтому, ребята, по мне не судите. Здесь можем сделать надпись. Мы могли бы вставить другие элементы, допустим, имидж и вообще разные. Но мы выбрали вот такое. Сейчас мы можем также открыть и просмотреть. Но у нас все то же самое, но не то же самое. Почему? Потому что у нас здесь посередине, а здесь у нас сверху. Вот здесь на помощь новичку приходит флэкс. Да, технология. То есть теперь мы открываем. Сохраняем, во-первых, это, чтобы оно было сохранено. Здесь можно отгонять назад. И теперь переходим в секцию. Для того, чтобы правильно начало работать относительно нашей страницы, то есть двигаться вниз, надо понять, что занимать весь экран. Почему? Когда мы выбираем сначала секцию, здесь в программе сделано удобно. Мы уже выбрали индекс, да? Вот что я говорил. Применяется решеточка, да? Индификатор. Конкретно только к этой странице. И к этой секции. Больше к другой применяться не будет. Первое. И в программе сделано очень удобно. Я просто выбрал индекс, и теперь то, что я буду писать, будет записываться сюда. Первое. Мне надо выбрать 100% страницы и почитайте VH, что это такое. VH, да? Что это такое? То есть я выбрал. Вот теперь технология Flex у меня начнет отлично работать. И вот смотрите, записалось, да? Записалось. Все. Вот я начал формировать вот этот файл. Могу сохранять, могу переименовать, могу здесь редактировать. Теперь я нажимаю опции, например, выбираю Flex и выбираю Items. И мне доступны разные позиции. Например, End. Вот она стала внизу уже, да? Но мы выберем центр. Теперь мы можем смело открыть и увидеть, что наша картинка в центре. Пару движений, сложного ничего нет, согласитесь. Тем не менее, я думаю, что у нас есть пока проблемы. Вверху расположены мониторы. Я говорил, что откройте справочку, откройте Breakpoint. Breakpoint. То есть вот точки, относительно которых меняется. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь их шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть большие экраны. Поехали. Меньше, 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 меньше. Все один к одному. Ну, во-первых, смотрите, мы получаем проблему на маленьком мониторе. Здесь мы нажимаем настройки инструмента разработчика и получаем вот такую вещь. Вот здесь у нас получается аист убежал, да. Читаться будет тут пустая часть экрана осталась. То есть это все неправильно, некрасиво. Нам надо как-то определяться с этим. Пока читается, да. Так нас устраивает, так читаемо, так читаемо, так читаемо, но уже будет не очень читаемо, возможно, да, а так вообще пустое место, не туды и не чуды, как говорится. И здесь можно было картинку уже расположить вниз, либо вверх, а вот здесь еще нормально, да, все читается. Давайте здесь не надо бояться, все можно потом назад поправить, да, тем более вы можете допустим не сохранять, пока вот понравилось сохранили, потом отогнать, да. Смотрите, у нас есть контейнер, то есть он страницу делит на 12 частей, вот допустим колонка, она находится всегда в ряду, да, она тоже будет это поддерживать, то есть вот эта колонка может допустим половина страницы это 6 частей, вторая половина еще 6 частей, 12, да, всего, поэтому мы допустим можем легко выбрать колонку вот эту, вот эту мы вообще не обращаем сейчас внимания, да, вот эту колонку, и по умолчанию вот то, что я говорил, здесь мы пишем отношение к классу, да, то есть это то, что будет начинаться с точки. давайте я попробую навести на колонку вот именно эту, она выделилась, потому что когда я навожу на эту, тогда это выделяется, да, вот здесь вот менюшка появилась, но мне надо вот эта колонка, теперь я смотрю, что у нас за возможности есть, то, что я говорил, изучайте комплексно, да, лично, да, видишь, так, это мы пока не трогаем, берем опции, смотрим, теперь смотрим сюда, смотрите, у меня стоит кол, да, колонка, просто я могу выбрать сразу по умолчанию 12, и вот он переместился, но здесь по сути дела мне бы это было некрасиво, вот здесь мне бы это понравилось, да, вот допустим, вот сейчас текст легче читать, я сейчас не беру, что вверх вниз, хотя при помощи программы я мог бы легко это сделать, допустим, сделать выборку, да, вот так вот, сделать вверх, вот она вверху, но пока я это не буду делать, потому что, вот смотрите, у нас появилась следующая проблема, у нас шрифт, он ушел вверх, он не читается на экране, сначала давайте дорешаем вот эту вещь, то есть смотрите, сейчас по сути дела получается, что она везде внизу, почему, потому что у нас получилось кол 12, иными словами, что мы сказали кол 12, что 12 значит вся ширина, но вы понимаете, да, 1 это одна часть, ну 12 4, разделить страницу, вот вам и будет, но это по умолчанию, чтобы начало меняться по другим, значит надо ручками это все дело прописать, для этого нам надо просто открыть и посмотреть, да, по мониторам, хотя они нам сейчас не нужны, нам нужны сами названия, и вот они есть, вот у нас есть, SM, MD, LG, XL, XL, XSL, ну понятно, что очень маленькие, маленькие, средние, большие, даже я тут не скажу, вот это в общем очень большие, давайте смотреть, теперь смотрите, давайте еще раз, у нас есть контейнер, контейнер имеет возможность поделить страницу на 12 частей, в контейнере, в контейнере есть ряд, а в ряду есть колонка, колонка подчиняется законом контейнер, то есть, ее можно поделить на 12 частей, мы не применяем никакие действия к двум колонкам, мы применяем к той, которую выбрали, а выбрали мы колонку, где текст, значит, когда мы будем применять действия, где текст, то, то, что останется, будет доставаться второй колонке, это, наверное, понятно, сейчас нас не устраивает, что, что везде одинаково, не очень, то красиво, почему, потому, что мы по умолчанию поставили 12, значит, открываем и смотрим, очень маленькие, маленькие, в принципе, нас устраивает, когда вот этих два варианта будет вот так, вот с этого варианта надо было что-то поменять, давайте менять, переставим на этот мониторчик, и пишем все, как здесь и указано, то есть, нам надо указать следующее, как это формат, call, это можно и ручками пропишивать прямо в файле, дальше, тире, md, название монитора, и далее оставим, сколько, 6, половину, и нажимаем enter, и все, все поменялось, вот теперь для этого, вот этот монитор остается так же, дальше, вот этот уже наполовину, проверяем реально в браузере, все происходит, как мы и хотели, да, то есть, дальше у нас, по сути дела, вроде, ну, может прописать, можно не прописать, наверное, надо прописать, наверное, поэтому, дальше, мы могли тоже, просто, прописать, через пробел, прописать следующее, l, g, да, lg, lg, 6, enter, и смотрим, да, все-таки осталось, и оно придальше, и большие мониторы, но я думаю, они и так будут уже работать, но все равно, давайте не будем оставлять на, xl, и xsl, оставлять на произвол, а пропишем, col, xl, 6, и, col, col, да, xsl, 6, то есть, теперь, строго, везде регламентировано, и оно, ни по каким предлогам, больше не изменится, то есть, добились, сохраняем, да, теперь, нам надо решить следующую проблему, какую, у нас скрывается верх текста, то есть, он куда-то уходит, не бытие, хотя здесь все нормально, но на это не надо рассчитывать, да, сейчас в браузере, это в этом браузере, но в принципе, если, говорит, сейчас среда, что что-то не то, да, вот смотрите, скрывается все равно, вот с этого монитора, да, с МД, вот уже нормально, здесь плохо, здесь плохо, давайте попробуем, опять же, воспользоваться тем правилом, что я говорил, идентификаторы и контейнеры, мы можем ведь, вот этому колону, да, вот этой колоночке, тоже присвоит идентификатор, ну, например, так, колонн, индекс, текст, чтобы нам было понятно, нажимаем enter, обратите внимание, вот здесь сразу уже появился, колонн, индекс, текст, и вот класс, который мы присваивали, да, что я говорил, он тоже здесь высвечивается, теперь, когда мы, мы его уже можем применять, либо вручную пропишивать, просто в файле css, мы сейчас, да, как, так как мы в программе, просто выбираем, называем create, и вот у нас создалось, теперь, вот как раз таки и пошло у нас изучение, мы начинаем проверять, а что, вот здесь тоже высветилось колонн, да, что у нас имеется, и программа нам показывает, что у нас есть, все настройки, которые мы можем применить, да, то есть, это все перед глазами, вот пошли границы, давайте же, применим, ну, так же можно и писать, если у вас перед глазами будет, опять же, в данном случае, какая-нибудь шпаргалка, которую кто-то из ребят не поленился, описал, ну, например, типа, ну, вот, ребята, вот описывали, да, вот там, бордер, задает ширину, бла-бла-бла, то есть, все описано, молодец, парень, поехали, шрифт, да, и поехали, фон сайдс, фон лайкс, фон стиль, но, опять же, лучше иметь под программу, потому что она будет все подсказывать вам, по сути дела, в данном случае, мы, если открыли эту табличку, нам понадобится мержн, граница, то есть, от экрана до чего-то, да, вот, вот эта вот вещь, понятно, очень легко называется, мы берем мержн топ, сейчас, секунду, что так не то, вот, и программа подсказывает, то есть, все параметры, которые мы можем выбрать, мержн топ, давайте попробуем поставить 60 пикселей, ага, чуть-чуть не хватает, да, то есть, поставим 80 пикселей, то есть, вот теперь, вроде бы хватает, но все-таки, можно больше было поставить, проверим, в принципе, нормально, да, в любом, есть место, хотя, может быть, даже многовато, да, в браузере, погрешность какая-то, нам не надо, чтобы оно применялось к каждому свойству, понимаете, для этого есть понятие медиа запрос, это, ребят, то, что начинается с собачки, иными словами, то, что начинается с собачки, если мы откроем, назовем, то, вот здесь мы видим определенные пиксели, то есть, когда ширина экрана достигает определенного количества пикселей, это контрольная точка, да, можно уменьшить или увеличить, в программе все совершенно легко, то есть, если мы взяли Merging Top 80, да, то далее нам можем вручную прописать, сейчас я покажу, как это в файле выглядит, но можем просто добавить медиа запрос 300 пикселей, и, допустим, взять, скопировать, я говорю, к примеру, да, ну, вообще не будем копировать, хотя мы можем вот так сделать, продублировать, здесь удалить, медиа запрос, перевести вот сюда, на следующий, и уже тоже поставить медиа запрос, 576 пикселей, дальше могли бы и здесь прописать, то есть, дальше продублировать, привести вот на этот, этот, убрать, здесь поставить, изменить уже для этого монитора, 40 мало, 50 мало, 65, ну, пусть будет так, не, много даже, а, ну, я просто не перевернул страницу, был, стоп, да, да, я полностью не перевернул, ну, прокрутку не сделал, то есть, мы 50 может быть много, 60, поэтому пишем 50, пишем пиксели, ну, в общем, и так, как вам нравится, делайте, и так, как стоит, ставим медиа запрос здесь, дальше уже пошло посередине, дальше нам не надо ничего менять, получается, все остальное меняется, согласно того, как мы поставили, ну, скажите, что дизайн, это сложно, просто, у кого-то много интереса, у кого-то нет, я себя из-под палки заставляю, давайте подведем промежуточный итог, и так, по сути дела, где сходится и бустрап, и CSS, нам надо всего лишь, в первую очередь, понять, что такое идентификаторы, идентификаторы, и селекторы, идентификаторы, это то, что прислается конкретному элементу, применяется конкретному элементу, обозначается решеткой, больше нигде это применяться не будет, это очень удобно, когда нам надо сделать, что-то, относительно, да, следующий момент, селекторы, это класс, да, по сути дела, мы создаем, когда, вот, применяется ко всей странице, да, во всех мониторах, и, мы поняли, что такое медиазапрос, иными словами, на определенное разрешение, даже, дальше, вписываем свойства, дальше, нам поможет шпаргалка, потому что, можно делать отступы, справа, слева, снизу, сверху, в общем, все, что, как и есть, смотрите, шпаргалку дальше, да, бордер, там, поехали, ботон, левт, рихт, топ, то есть, четыре, право, лево, верх, низ, ну, все банально, просто и логично, да, читайте и смотрите, в любом случае, в любом случае, исправлю, просто раньше не видел, на самом деле для этого монитора это очень большой шрифт, почему мы можем тоже создать медиа запросы мы выбираем call, вот именно этот, да, и смотрите когда мы навели, вот у нас появилось h1 вообще он большой поставим h3 во-первых и здесь h3 но мы могли вообще еще меньше еще сделать по-другому, если допустим вам что-то не нравится по сути дела мы выбираем опять же вот этот элемент и этот идентификатор нажимаем create, создать дальше тупо просто записываем сам элемент то есть сюда к идентификатору может все остальное дописываться, в дальнем случае нас интересует текст h3 и далее то, что мы будем применять относительно текста h3 будет применяться относительно именно этого блока то есть на всем сайте будет так как установлено по умолчанию, либо там на этом блоке будут действовать правила которые мы установим это дает гибко подойти абсолютно к любым вещам и здесь ну давайте например phone white то есть phone white вот сейчас оно у нас выделено а мы напишем норму да, он стал обычным цветом то есть не сильно выделился дальше 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 все одинаково то, что мы применяли к блоку можно применять абсолютно к любому элементу ну например margin top ну возьмем там 30 пикселей например все отодвинулось почему потому что давайте применим 80 пикселей да все пошло двигаться то есть по сути дела принцип такой к любому элементу можно применять к любому практически вот все вот эти вот вещи то есть шпаргалки вот эти да смотрите первое с чего начинаете да расстояние чтобы посмотреть и понятно что если касается шрифта то открывает шпаргалку и все свойства шрифта значит размер и так далее давайте попробуем ну 80 нам не надо было на самом деле мы вообще могли убрать но пусть это будет 10 сейчас ладно давайте попробуем еще font size ну например вот вот уже совсем маленький то есть мы можем и вот этот шрифт сам сделать и тут совершенно разными значениями почитайте там rem em есть много вещей это просто уже быстрая да смена словами там вариантов очень много поэтому в принципе меня устраивает я ничего не буду сейчас менять и что я делаю вот этот мне здесь надо почему я создаю еще один медиа запрос относительно этого экрана дальше остальное меня все устраивает иными словами вот пожалуйста практически сделан страница конечно можно да про баттон забыли у нас идет баттон баттон у нас идет первая баттон где она там сделалась лента человек переходит на ленту и дальше логин там либо войти либо вы уже вошли либо человек здесь переходит на ленту и смотрит ленту это все тоже будем писать так ну здесь абсолютно так же все банально просто то есть мы выбираем баттон вот тут выбирается баттон и мы видим какие вещи относительно нее тут по сути дела все можно еще и таскать вот так таскаешь и смотришь если не нравится по умолчанию мы допустим могли бы так же создать но могли когда мы просто таскаем да то это будет записываться прямо в html будет записываться то есть мы ничего не создаем тоже как вариант ну вот давайте вот эту кнопку отступ посмотрим то есть мы можем отступ поменять далее там поехали вот чуть-чуть и здесь уже можно написать у нас здесь будет логин а здесь у нас будет лента дальше мы можем конечно сделать абсолютно верно и цвет текста цвет бэкграунд например поменять на абсолютно любой она станет да то же самое и вручную ну в общем-то вот так пусть будет да допустим все границы все это можно править то есть это все со справки сразу же мы могли бы здесь добавить и что абсолютно верно например линк ссылку вот в баттон прямо сюда перечинули добавили и теперь у нас вроде как кнопка получается и кликабельная и вот пожалуйста мы можем добавить сюда ссылку пока оставим пустое открытие в новой странице или определенным образом во вторую кнопку тоже добавим линк также можем добавить сюда и иконочку и сразу выбрать давайте вот сюда тоже добавим и вот логин выберем человечка иконку тоже можно поменять цвет и все и все прочее можно добавить анимацию к любому элементу например давайте добавим анимацию вот сюда вот к этому алименту и скролл да проиграем сейчас play что будет вот так появляться ну а дальше варианты тут вариантов кучи теперь если мы будем все открывать на этой странице то будет появляться там уже насколько у вас там хватит вымысла я сначала делал теперь начал избавляться от всей этой анимации на чтоб людям не мешало в принципе в принципе в принципе в принципе наша страница готова эту можно ленту убрать вот тут писать ссылка что мы тут у нас было лента так стоп убрали ленту как я сказал мы могли вернуться назад и сделать два раза щелкнуть и написать ленту это могли уже убрать здесь поставить между иконкой и лентой пробел так по мелочи ну и лента там придумать какой-то значок бла-бла-бла выберите сами в принципе конечно если посидеть есть желание то можно сделать довольно мощные вещи но мы своей задачей выполнили свою задачу сейчас если мы берем предпросмотр и начинаем просматривать а дело у нас уже открыто оно обновляется автоматом по сути дела ну опять же есть проблема тут надо было разделить кнопки видите начали съезжать тоже вроде как но это я уже не буду сейчас справить в любом случае мы добились да дальше уже делать как интересно вот есть фрагмент все устраивает на маленьком мониторе вот это происходит кому-то это не нравится давайте еще кое-что добавим хотя бы то что не требует больших затрат это уже html да то есть сюда добавим разделительную полосу сюда добавим разделительную полосу вот и сюда добавим разделительную полосу например посмотрим как это выглядит на странице уже немножко тоже уже поменялось да начинает разделяться вот появились дальше не залазит здесь можно было конечно в данный случай что сделать вот эту фотографию еще немножко опустить вниз потому что она растянулась то есть опять же применить сдвинуть от топа вы это уже поняли как делать в чем преимущество я могу потом вернуть сколько раз и менять потому что я же вас учу как разделять при помощи когда мы жалко делаем мы разделяем все куски сайта на куски чтобы их потом редактировать обратите внимание какие-то вещи добавили опять все что-то куда-то убежало то есть поэтому все надо учитывать вот видите убежал потому что добавили то есть надо уже смотреть относительно этого то есть когда все элементы есть и опять все проверять и так подведя итог опять же как правильно сказать дам те же рекомендации что в начале ребят css html bootstrap собирайте все вместе собирайте относительно какого-то результата начинайте с самого малого перед вами должно быть понимание пусть самое маленькое смотрите перед вами должна быть в первую очередь таблица понятно что то есть вот то что мы используем margin top то есть понятно если есть margin top то есть margin справа слева снизу но все тупо и просто далее каждая имеет какие-то значения шрифт взяли и нашли в справке сколько там можно большой маленький обозначение в процентах там в пикселях там все это разберетесь следующий момент когда вот это есть вам надо для начала две вещи самые простые это breakpoints то есть разрешение экрана в одними словами перед глазами и далее начать с чего абсолютно верно с контейнера контейнер содержит ряд и колонку вот из этого исходить контейнер 12 далее все что мы делали все остальное у вас будет на это накладываться это сердцевина да будет стран дальше идет куча разных элементов все они описаны они почти готовы практически компоненты и поехали вот читайте смотрите открывайте и смотрите что это обозначает вполне понятно да там лист групп групп да лист групп вот групповой лист да пожалуйста поехали button групп ну понятно по названию что кнопки alerts там твита то есть дальше все сугубо вполне понятно хотели вставили в страницу хотели нет и принципиально важно понимать от чего отталкиваться отталкиваться надо от трех простых вещей то что с точкой это класс применяется везде например на самом деле мы бы могли назвать классы но класс с точкой мы там не делали с точкой мы там делали с точкой бы было сделать сейчас покажу как мы там с точкой не сделали вот по примеру чтобы вы понимали вот допустим это их пример сейчас покажу так стоп вот контейнер да где же они это все пока я видел только для себя да ребят еще одна подсказка но посмотрите очень хорошая подсказка вот мы с вами использовали секции она очень удобно секции вообще особенно когда индексные страницы делать но еще очень классная вещь это использование div div это создать нечто новое нечто новое просто опять же тоже div так же мы прислали им дефикатор и это будет дефикатор допустим применяться ко всему что входит в тех div тоже очень удобно данном случае вот давайте посмотрим на этот пример дим называется у него промо то есть он вот этому div тегу а здесь он обозначает задал следующее расположение текста центр на отступ 40 пикселей бэкграунд определенная картинка вот она сзади и бэкграунд сайт то есть полностью разместить не делать по несколько экземпляров иными словами записал относительно вот этого идентификатора то есть ко всему на этом я заканчиваю потому что как я сказал это не урок я просто дал рекомендации так как мы с вами разбираемся с программированием и пишем сайт но просто-напросто я решил показать на на этот случай что можно написать самому определенную страницу вот мы сейчас с вами написали потом дам вы вставите код мы его разберем этот код еще посмотрим html и вставим этот файл да все на самом деле банально просто было бы желание этого надо просто уделять времени ну сколько у меня на подготовку но минут 25 мне ушло на подготовку я один раз проделал сделал такой же вот а потом вам повторить ну вот если вы будете заниматься то с дизайном думаю за неделю за неделю вот если вот по такой методике поработаете да взяли один одну страничку сделали вторую то потом потихонечку начнет откладываться уже уже будете понимать ага если не значит у него можно отступы сверху снизу справа слева дальше есть рамка и так далее и так далее ну дальше все банально просто но именно ребят стыкуйте сразу в чем-то да в программе желательно стыкуйте и css и html и bootstrap все вместе тогда будет результат результат быстрый просто-напросто со временем вы научитесь просто пользоваться справка не на здесь ничего запоминать оно и так все основное запомнится да если будете набирать часто текст этот но а вообще открыли схему посмотрели а потом уже ищите мне меня интересует отступ сверху почитали мержен ага мержен значит есть маржен топ маржен ботом и так далее все ребят ну а мы с вами сейчас что делаем дописываем наш блог нам надо написать довольно много кода и дальше приступаем уже там посмотрим то ли друзей начнем писать то ли профиль что будет выгоднее что нам больше понадобится spb-tut.ru спасибо все получится ребят